25 февраля родился известный северный писатель Алексей Коткин. Детство публициста прошло в селе Коткино, которому автор и посвятил большую часть своих произведений. Александра Литкова продолжит. В этом доме жил известный северный писатель Алексей Коткин. Последние годы жизни Алексей Степанович проживал в Архангельске, однако всегда тосковал по своей малой родине в селе Коткино. Именно ему посвящена последняя повесть писателя «Сульская мозаика», в которой рассказывается об истории этого старинного поселения. Повесть была написана публицистом в 1998 году. Можно смело сказать, что писатель считал своей миссией запечатлеть природу и историю родного края, быт его жителей, рассказать об укладе жизни в старинном русском селе на берегу Сулы. У нас раньше деревня такая была, что роды вот эти, знаете, жили же большими семьями всегда в деревне. И вот эти роды переплетаются, их отношения, их работа, работа, все, о жизни в общем. Вот такая она, как говорится, о нашей деревне, вот именно, о Коткино. Очень интересно. И отзывы людей я слышала, что очень понравилось им, и они тоже перечитывали несколько раз эту книгу «Сульская мозаика». Свои первые книги писатель посвятил детской аудитории. «Антошка. Заповедное озеро. Сенегорье». Затем были в основном повести и рассказы об истории Печорского края, коллективизации, гражданской войне и многом другом. Его главными критиками и помощниками всегда были дети и жена. Он нам читал еще, когда книжки, вот, например, какую-то книжку пишет, да, и всегда, чтобы мы ему дали, проанализировали там, или сказали, это хорошо, или там что-то вот такое вот на с нами он. Но мама больше тут, конечно, корректировала какие-то, может быть, ошибки или что-то. Алексей Коткин много лет работал внештатным корреспондентом окружной газеты «Нарьяна Виндер» и активным участником литературного объединения «Заполярье». Всего издано 15 крупных произведений писателя, общим тиражом более 250 тысяч экземпляров. В 1978 году Алексей Коткин был принят в Союз писателей СССР, а роман «Красная ласточка» принес ему всесоюзную славу.